Всем привет, это Павел Билинский и с вами Бегущий Человек. Нейросеть тоже художник. Фотобанк Adobe Stock начнет вознаграждать искусственный интеллект за картинки. Отчисления, правда, полагаются именно разработчику. Сам искусственный интеллект пока не дорос до карманных денег, но изменение политики знаковое. По сути, это уравнение картин созданных машиной с тем, что рисуют сами люди. Теперь Adobe обещает вложиться в технологию подтверждения цифрового происхождения, чтобы избежать казусов и не оставить разработчиков нейросетей без заслуженных ройалти. Художники массово выступают против нейросетей на одном из крупнейших платформ ArtStation. Многие авторы заметили, аватарки профилей заменили. И требуют не допускать нейросети для реализации коммерческих заказов. Кожаные мешки негодуют. Это будущая онкология, и никакие спортарены тут не помогут. Кузбассовцы возмущены ситуацией с воздухом в большинстве городов региона. Жители сразу нескольких городов Кузбасса 17 декабря погрузились в смог из-за неблагоприятных метеоусловий. Кузбассским мероприятиям власти рекомендовали сократить выбросы, но ситуация в городах остается критической. Сильный туман из вредных примесей значительно ухудшил видимость. По словам очевидцев, его плотность и в некоторых местах не превышала и 20 метров. Водители не видели светофоров и дорожных указателей. Фото и текстовые комментарии опубликовали местные жители в местных пабликах ВКонтакте и Телеграм. Следственный комитет Российской Федерации не нашел состава преступления в высказывании Антона Красовского о том, что нужно топить и сжигать украинских детей. Ответ ведомства получил депутат Мосгортумы Евгений Ступин, написавший обращение. Отмечается, что обращение перенаправлено в управление МВД по Москве в целях проведения оперативно-розыскных мероприятий. После скандала Красовский извинился, а Маргарита Симоден приостановила сотрудничество РТ с ведущим. Шар с двумя 130 литрами джина украли со дна озера в Швейцарии. Шар весом 800 килограммов, наполненный алкоголем и прикрепленный к бетонному основанию на глубине нескольких метров под водой в Бодненском озере. Внезапно исчез. Хозяин предполагает, что сферу украли. Производители оставляют напиток на 100 дней на дне озера, что, по их мнению, придает ему особый аромат. Но в этот раз водолаз обнаружить заветный шар не смог. Полиция разыскивает алкоголь, но разыскать до сих пор пока не удалось. Граждане, призванные весной, будут служить полтора года, а призванные осенью 2023 года будут служить уже два года. Об этом сообщил военком по Дмитрову, Талдену и Дубне полковник Михаил Фотин. Все это нужно потому, что наши северные соседи вступают в НАТО. Военком Крыма Юрий Лымарь заявил в СМИ, что конкретной информации и указания о сроках увеличения срочной службы в РФ пока нет. Такое решение, конечно, ожидается, но пока какой-то конкретной информации и указаний нет. А военный комиссар Фотин, очевидно, просто действовал на предупреждение, так сказать, не подумав. По той причине, что такие вещи нельзя говорить, пока не вышел указ. В настоящее время каких-либо изменений в законодательстве РФ в части касающих изменений сроков военной службы по призывам Минобороны РФ не предлагается. Военком Московской области Алексей Астахов. Если вам понравился подкаст, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, додавите на колокол, чтобы не пропустить выход новых видео и подкастов и поддерживайте канал рублем. Все ссылки в описании. Спасибо. До скорого ролика.